Насколько, ну я так скажу, успешно удается Российской Федерации обходить санкции? Удается, не удается? Сейчас это все будем обсуждать. К нам присоединяется уже гость на связи с нами, Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка. Геннадий, приветствуем вас. Здравствуйте. Я вот на самом деле коротко сказала, да, удается ли, не удается находить вот эти обходные пути в обход, вот я в тавтологию, я прошу прощения, здесь в санкции, удается ли Российской Федерации? Я знаю, что вы мониторите рынок и не только энергетический сектор. Насколько успешно Российской Федерации удается это сделать? А возможно и не удается, а мы просто сегодня эту тему обсуждаем, потому что она действительно важна. Здесь нужно понимать, что пока что никто не запрещает Российской Федерации продавать нефть, в частности государством, членами Европейского Союза. Запрет начнет действовать лишь 5 декабря, если речь идет о нефтяном сырье и если речь идет о нефтепродуктах, то 5 февраля следующего года. Но уже сегодня есть примеры, когда такое впечатление, будто пытаются прощупать почву для будущих возможных маневров в случае, если нужно будет кому-то что-то поставить, а это что-то подпадет под санкции. Я не скажу, что эти случаи, например, отключения транспондеров или попытки перегрузить нефть в открытом море, они являются массовыми. Нет, они единичные. Почему они единичные? Поскольку те компании, которые являются получателями такого сырья, они рискуют, наверное, больше, чем та компания, которая это сырье транспортирует или продает. Поскольку в таком случае они могут попасть не только под вторичные санкции, но и против них может быть открыто расследование, в том числе и уголовное. Поскольку все-таки все это отключение, это нарушение всех морских сводов правил. И, безусловно, после 5 декабря, хотя и возможны такие случаи, но они, опять же, по моему мнению, по мнению моих коллег, будут все же единичными. Российская Федерация, к сожалению, имеет намного больше возможностей легальной продажи нефтяного сырья, в том числе на рынке Юго-Восточной Азии, чтобы не пользоваться такими способами, которые, например, время от времени применяет, использует Иран или Венесуэлла. Геннадий, я как раз несколько таких вариантов, вы, возможно, тут подтвердите, возможно, и не подтвердите. То, что можно найти на сегодняшний день уже из открытой информации. Есть такая российская компания, я думаю, вы ее знаете, Совкомфлот. Она находится в санкционных списках, но она продолжает поставлять нефть в порты Евросоюза. Просто, что интересно, делают танкеры, это и ходят под либерийскими флагами. Операции проводятся компаниями на Кипре и в Эмиратах. То есть такие варианты на сегодняшний день поставок нефти в порты Евросоюза тоже, я так понимаю, существуют. Ну и эта компания, которая названа, она уже есть в санкционном списке, судя по всему, и будет продолжать так работать. То, что вы говорите, после 5 декабря, судя по всему, какие-то еще такие варианты, можно заходить будет под другими флагами. Ну, я имею в виду, не можно, но будут использоваться такие варианты. То есть после 5 декабря, по вашему мнению, ситуация может кардинально измениться? И вот такие вот обходные варианты, насколько они будут ужесточены и не смогут использоваться Российской Федерацией? Практика использования флагов чужих государств при транспортировке различных грузов, она широко применяется. Не только на нефтяном рынке, на любом другом рынке. И да, действительно, очень много российских танкеров работает, ходит под либерийским, под греческим, под кипрским флагом. И это нормальная практика ухода от налогообложения большего, чем могут себе позволить конечные бенефициары. Каким образом этого избежать? Сейчас вот как раз пытаются западное государство, в первую очередь Великобритания и Соединенные Штаты предпринять ряд шагов, чтобы запретить страхование таких судов в крупнейших страховых компаниях у того же самого Ллойда, например. И в этом случае все-таки танкер это очень дорогая игрушка. И если его надлежащим образом не застраховать, то вряд ли покупатель будет пользоваться услугами компании, которая не способна предоставить весь спектр услуг по безопасной и надежной транспортировке российской нефти или любого другого нефтяного сырья. Поэтому до конца года нам следует ожидать введения соответствующих санкций не только на физическую транспортировку нефти, но и на все финансовые операции, связанные с такой транспортировкой. Если они заработают все эти санкции, тогда обходить их будет чрезвычайно сложно, вне зависимости от того, под каким флагом будет идти то или иное судно. — Проблема в том, что, знаете, Леонидович, что представители Европейского Союза, тот же Жозеп Буррель, глава европейской дипломатии, еще до принятия шестого санкционного пакета, если мне не изменяет память, что именно в этот период, он говорил о том, что Европа, весь мир уже готовит инструментарий отслеживания вот подобного обратного параллельного импорта, вот так это назову, наверное, из Российской Федерации, той же нефти, той же газа, чтобы были определенные инструментарии, которые могут следить, чтобы вот такой процесс, о которых вы в том числе говорите, о танкерах, он попросту не происходил. Будет ли такой инструментарий, как он будет выглядеть? Ну, это, скажем так, уже второй вопрос. Инель Леонидович, давайте обговорим в аспект, возможно, мы сейчас чуть-чуть отойдем от темы того вектора, который задала Лейла, но это очень важно. В российских СМИ все чаще возникают такие аспекты, как Европа наломала дров, Европейский Союз готовится к ужасной зиме, нужно будет готовить уголь, нужно будет готовить дрова, Франция, Германия, Австрия, любое государство, Италия, да, тут можно список, в принципе, продолжать. Они все замерзнут именно благодаря тому, что Российская Федерация теперь там одно из самых подсанкционных государств во всем мире. Марин Лопен, представительница, кандидатка в пост президента Франции, она говорила о том, что французам больше вредят санкции, чем самой Российской Федерации. Вот этот тренд на то, что вы еще дождетесь зимы, и вам будет ой, как тяжело, он все чаще и чаще задается. Есть ли на территории Европейского Союза государство, которое может диверсифицировать эти потоки благодаря внутренним запасам того же, мы так отойдем от темы нефти, того же газа, к примеру? Во-первых, все-таки весь этот информационный вал, он в большинстве своем идет на русском языке. А если на русском языке, следовательно, он ориентирован исключительно на внутреннее потребление. И вот в этом самом внутреннем потреблении и заинтересованы, соответственно, российские пропагандисты. На Западе мало кто читает на русском языке. Не совсем согласен с вами, Геннадий Леонидович, извините, перебью с вами, сразу скажу. В той же Италии серьезное лобби российское, в той же Германии огромнейшее лобби российское, но мы с вами не один раз об этом говорили. И то, что если человек говорит на русском языке, то не значит, что он не говорит на немецком, например. И может эти месседжи понятным языком, условно, немцам донести. Но это исключительно мнение такое. Нет, безусловно. Безусловно. Но вот это такие алармистские вещи, они всегда используются оппозицией. Пророссийская она или не пророссийская. Они просто используются оппозиции для того, чтобы продемонстрировать ошибочность взятого курса тем или иным национальным правительствам. Ну, это вполне нормальное явление. Но при смене правительства 99% случаев та оппозиция, которая рассказывает сейчас о том, что вот нужно что-то там поотменять санкции, она те же санкции будет вводить снова. Это процесс межвыборный, процесс политической борьбы. И, опять же, в большинстве случаев та же самая, если речь идет о Марии Лепен, или на каких-либо там, допустим, представителях правительства Венгрии, к примеру, или в других государствах, которые принято называть пророссийским или каким-то образом поддерживающим вот эту российскую политику, на самом деле никто из них, никакой российской политики не придерживается и не поддерживает все эти идеи Российской Федерации. Они просто борются за власть, борются за полномочия, борются за ресурсы, и они используют недовольство той части населения, которое сейчас испытывает действительно вполне понятное сомнение, волнение в отношении нормального прохождения отопительного сезона, поскольку видят, что цены на энергоносители и тарифы на жизненно-коммунальные услуги растут. И, безусловно, здесь речь идет не о том, что Россия, вернее, виновата война в Украине. Дело в том, что в Европе кризис энергетический возник не после 24 февраля. Он разворачивался, начиная с прошлого года. Можно даже говорить, что он начался еще во время коронакризиса. И почему он возник? Поскольку в коронакризис резко сократилось потребление энергоносителей, то сократились поставки соответствующих энергетических товаров на европейские рынки. А восстановить эти поставки в объемах до 2019 года поставщики просто не в состоянии были. В результате возник дефицит, и следствием этого дефицита стал и рост цен. Ну и Россия, безусловно, подыграла, как и любые, кстати, другие экспортеры энергетических ресурсов, начиная от ОПЕК, заканчивая Соединенными Штатами Америки. То есть здесь мы видим результаты и сам процесс политической борьбы, но это не означает, что те или иные политики в государствах-членах Европейского Союза придерживаются российской повестки дня и действительно выступают против ужесточения санкций, в том числе и в энергетическом сфере. Владимир Леонидович, просто тут вот, возвращаясь к теме танкера под либерийским флагом, покупатель неизвестный же, да, если не ошибаюсь? Покупатели вот эти нефти неизвестны. Я сейчас конспирологическая теория, сразу опровергайте, в случае чего. Но тем не менее, а вдруг вот эти вот пророссийские так называемые политики, которыми в принципе можно назвать Виктора Орбана, который, кстати, по приезду в Брюссель становится абсолютно послушным зайчиком, максимально проевропейским политиком и так далее и тому подобное. Тем не менее, подобные персонажи, они могут быть условными как раз покупателями, либо же путей для доставки в эти государства, их попросту нет. Либо через третьи страны покупать вот эту именно нефть российскую, которая ходит под флагом либерий. Ну, что касается Венгрии, то она и так получила исключение из правил, то есть заводы этого государства, которые, кстати, ну точнее, не заводы государственные, а заводы венгерской компании МОЛ, которая расположена, кстати, не только в Венгрии, они будут получать российское сырье по меньшей мере до 2024 года. Поэтому здесь не нужно никакой танкерной нефти, вполне достаточно будет и трубопроводной. И здесь то, что у нефти нет покупателя, это опять же, это не практика, используемая российскими отправителями сырья, поставщиками. Это практика, используемая всеми государствами, вернее, всеми экспортерами, компаниями-экспортерами, поскольку если у вас нет долгосрочного контракта или среднесрочного контракта, то вы вынуждены ждать, пока кто-либо не захочет купить то сырье, танкеров, которые где-то там идут, находятся в Атлантическом океане или в Индийском океане. Таких на самом деле танкеров, которые не имеют конечного получателя, вот сейчас на данный момент там больше сотни. И опять же, это является следствием того, что рынок на самом деле сейчас, он имеет больше предложения, чем спроса. Он профицитный, то есть на нем больше нефти, чем требуется. Поэтому можно сколько угодно говорить о той же самой Российской Федерации о том, что вот мы заберем у вас нефть, заберем у вас газ и все, вы тут все развалитесь. Но достаточно просто посчитать, достаточно просто поднять статистику, чтобы убедиться в том, что энергоносителей достаточно для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон всем государствам, членам Европейского Союза. Да, необходимо будет предпринять целый ряд мер по замене природного газа, но в отношении нефтяного сырья, в отношении нефтепродуктов никаких существенных проблем не ожидается, поскольку нефтяной рынок уже давно глобальный, можно найти нефть. Польша заключила контракт, например, с аудитами, причем достаточно в больших объемах, которые позволили уже в нынешнем году отказаться от любых поставок и нефти, нефтепродуктов из Российской Федерации. То же самое делают сейчас и другие государства. И та же самая Франция, да, у нее сейчас в ремонте достаточно большое количество атомных энергоблоков, но эти ремонты заканчиваются, и к началу отопительного сезона она будет готова заместить часть электрической энергии, вырабатывавшейся газовыми электростанциями. Геннадий Леонидович, сразу добавлю, в Саудовской Аравии говорили, что, примерно, в середине июля говорили о возможности добычи 13 миллионов тонн нефти, довести до как раз в сутки, скажем так, вы говорите о тех государствах, которые уже готовы переходить, скажем так, к сотрудничеству Саудовской Аравии. Возможно, можно это связать с поездкой президента США Джозефа Байдена на Ближний Восток, его кулачки с Мухаммедом Бин Салманом, фотография, которая разлетелась по всем абсолютно средствам массовой информации. Риторический вопрос, тем не менее, а с чем тогда российская нефть на рынке? Она кому-то будет нужна после того, как саудиты в Саудовской Аравии возрастет добыча нефти, после того, как другие государства, кроме тех, которые вы назвали, перейдут к контрактам непосредственно к Саудовской Аравии? Кому будет нужна российская нефть? Индии и Китаю, которые покупают ее по шикарнейшему дисконту? Да, безусловно. Половина российской нефти экспортной сейчас будет востребована на рынках Азии, в первую очередь Азии, той же самой Африки, той же самой Турции. Пожалуйста. Есть огромное количество потребителей, будущих потребителей российского сырья, которые, безусловно, рады получить ее по цене 75, а не 105 или 110 долларов за баррель. Это очень хорошая скидка, и почему бы ее не использовать? Другое дело, что далеко не всем она нужна в таких объемах, поэтому половина сырья, которая будет забрана в результате санкций с рынка, она будет вообще не востребована. То есть, просто Россия не сможет предоставить тем же самым потребителям в Китае, Индии, Пакистане, в Шри-Ланке той же самой, хотя и там небольшие объемы туда будут поставляться, или той же самой Турции, они не смогут предоставить больше сырья, чем те, способны будут переработать или использовать по какому-то другому назначению. Поэтому очень важны вот те санкции, которые Европейский Союз будет принимать и дальше, и те санкции, которые должны быть приняты Великобританией и Соединенными Штатами до конца этого года, в том числе и, возможно, некие ценовые ограничения на российскую нефть, там цена отсечки какой-нибудь, для того, чтобы предотвратить реэкспорт, возможность реэкспорта, потому что очень многое в среднее время говорят о возможности реэкспорта индийскими компаниями, которые имеют очень хорошие контакты с всеми странами британского содружества, и поэтому не исключено, что они попробуют эту российскую нефть перепродать, тем более, что почему бы и нет, это может принести достаточно большую прибыль. Поэтому самое главное, чтобы в этих санкциях были четко прописаны юридические нормы, которые не позволяли бы их обходить. Вот пока что все это имеет такой первичный характер, оно еще не дошло до уровня четкого правового регулирования и до уровня страховиков, до уровня финансовых всевозможных корпораций, до уровня юридических фирм, которые занимаются предоставлением соответствующих услуг по правовой поддержке экспорта. Вот как только это произойдет, Россия просто окажется в ситуации, когда она добывает нефть, половина которой никому не нужна. И результатом этого будет сокращение объемов добычи, результатом этого будет уменьшение возможности Российской Федерации влиять, политически влиять на те или иные государства, используя анаркетическое оружие. Но это будет лишь со следующего года, через 3 года, 5 лет. Поэтому не следует думать, что вот по щелчку пальцев или по взмаху волшебной палочки вот у Путина заберут все денежки. Ну это постепенный процесс, скажем так. Я добавлю, что в начале этого года российские СМИ сообщали уже о сокращении, российские даже СМИ сообщали о сокращении добычи нефти, скажем так. И тут как раз я понимаю, что вот знаете, говорить надо было вот так делать, нужно было вот так диверсифицировать. Но на предыдущем всемирном форуме климатическом президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении он откровенно говорил о возможности полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. И он в том числе говорил о необходимости диверсификации потоков. Главной темой того климатического форума была как раз зеленая энергетика, если мне не изменяет память, как раз переход на зеленые энергоносители, так называемые зеленые, да, на возобновляемую энергию, вот это следующий путь мира, тот шаг, который мир должен сделать. Ну когда, как не сейчас, такой риторический, наверное, вопрос. Геннадий Леонидович... Процесс идет, и процесс ускоряется, кстати. И по большому счету, если бы не было этой агрессии, анархитический переход занял бы намного больше времени, чем он займет, уже становится понятным, что процессы диверсификации вообще не только на возобновляемые источники, а в целом диверсификации источников энергии, и процессы более рационального использования энергии, и повышения энергоэффективности, они все вот эти процессы ускорились. В результате все сырьевые государства, они сейчас делают все для того, чтобы снизить зависимость от доходов, от нефтяных доходов, от газовых. Та же Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, другие государства, которые привычно мы считаем исключительно нефтяными. Посмотрите, что там происходит, какой там бум строительный, какой там бум, в том числе и энергии. Другого пути уже не будет. Геннадий, мы благодарны вам, что вы к нам присоединились. На самом деле весь мир зашевелился. Каждый теперь, ну, посмотри, вспоминали, Геннадий вспоминал Францию, которая теперь тоже работы проводит очень активно, для того, чтобы все-таки, ну, было хотя бы тепло этой зимой, и Франция, и Италия. То есть мир зашевелился, кто в каком направлении, и это достаточно неплохо. То есть все-таки, знаешь, легче было покупать у Российской Федерации, выходит так, да, брать, покупать, а не развивать, возможно, что-то на своих территориях. Теперь каждая страна задумалась. Мы благодарим Геннадия Рябцева, эксперт энергетического сектора, прошу прощения, был с нами на связи, очень так детально все на самом деле обговорили. Ну, еще немножечко по этой теме. Вот, Денис, ты вспоминал, да, верховного представителя Союза по иностранным делам и политики безопасности Жусова Борреля. Ты говорил про Европейский Союз, про то, как там сейчас реагируют. Что сказал он по этому поводу? Говорит, что есть решение продолжать поддерживать Украину, оно единогласное. Также подчеркнул, что в Европейском Союзе по-прежнему важно единство, чтобы верить, что масштабный пакет санкций против Москвы сработает. Давайте послушаем. Многие считают, что вводя санкции, Евросоюз создал проблему, спровоцировав рост цен на нефть. Это совершенно не соответствует действительности. Критики вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на прошлой неделе заявили, что шестью пакетами санкций ЕС не только выстрелил себе в ногу, но и в легкие. Президент России Владимир Путин использовал такие нарративы, чтобы попытаться посеять раскол внутри блока. Уверен, Путин рассчитывает на усталость от демократии. Уверен, он считает, что демократии слабы. Европейские общества не могут позволить себе усталость. Они приняли решение об ограничительных мерах в отношении российской экономики, и они должны их придерживаться. Жозеп Буррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности.